Да, и Митя Иловский, наш коллега, сейчас выходит на связь из Еревана. Митя, привет. Привет, Паша. Скажи, пожалуйста, вот я не знаю, знаешь ли ты, что такое Магадис, но судя по восторженной реакции азербайджанских телеграм-каналов и президента Алиева, если Магадис, армянская страна, потерялась сегодня, то это какая-то очень важная потеря. Я, честно говоря, пока не могу выяснить, чем так важен Магадис. Что вообще происходит? Паш, мне кажется, что очень важным рубежом этой войны салли обстрелы Степанакерта, потому что он считался относительно мирным городом, куда привозили журналистов из Москвы, журналистов из Европы, из Америки, где их расселяли. До вчерашнего дня над городом кружили дроны, их армянская ПВО успешно сбивала, но вот вчера начались такие массированные обстрелы у города, снаряды прилетали в самый центр, была повреждена обувная фабрика, которая находится в самом центре, и здание МЧС. Уже есть человеческие жертвы, уже есть довольно много раненых, и в Степанакерте, в столице непризнанного Нагорного Карабаха, оставаться на данный момент небезопасно. Более того, с точки зрения журналистов могу рассказать такую информацию. Был пресс-центр, который находился в Степанакерте, сейчас его уже, насколько я понимаю, нет. Его собираются эвакуировать на границу с Арменией, в город Горис, где, собственно говоря, застряла часть наших коллег, уже там вторые сутки, наверное, они сидят. И вот, видимо, освещать войну с армянской стороны теперь будут с Горисом. В течение вечера, буквально за 20 минут до эфира, выходили сообщения о продолжающихся артобстрелах Степанакерта. В общем, там действительно сейчас очень неспокойно. При этом местные жители абсолютно стоически реагируют на авиатревоги, удивляют поведение стариков, пожилых женщин. Они, собственно говоря, ну, как ни в чем не бывало, довольно так гуднично и с статью собираются в подвалах и ждут, когда же все закончится. Я сегодня, мне повезло, я буквально вот на улице увидел в Степанакерте, перед тем, как оттуда уехать, славянские лица, которые собирались в точки, где собирают беженцев и которые хотят уехать, собственно говоря, из Степанакерта. Я подошел к ним, спросил, скажите, вы русские, как вас зовут? Мы разговорились, и оказалось, что это мать и ее дочь Нахшун Григорян. Ну, мы пообщались с ними, можем посмотреть этот материал. Давайте. Слава, как зовут? Нахшун Григорян. У меня папа, Админ. Скажи, что твоему мужу вот убили, да? Что сказал? 24 года. Всех убивают, не только мои. А, первый пошел на пол сразу убили. Они приехали хоронить. И подруги мужа. Приехали на пол. А что с мужем случилось? Скажите, он здесь служил? Где он служил? Откуда? Его вообще не имели права никуда отправлять. Не знаю, что здесь за страна, но его оттуда незаконно. Он служил в Шуше. Но его отправили в другое место. Он на машине ехал, и их машину остановили турки, всех их пересереляли. Они не имели права, если он служит в Шуше, почему его в другое место отправили? Вот это у нас вопрос. Почему они делают то, что не имеют права делать? И его убили просто так. Ни за что он умер, ни за что. А в Шуше безопаснее место. А его отправили, не знаю, куда. Он должен был в Шуше. Он должен был остаться в Шуше. Мой сын тоже пришел с армии. Его сейчас не должны были тоже брать. Шесть месяцев должны были подождать. Его тоже они забрали. А ваш сын где находится? На посту. Только пришел с армии сразу. И вот уже шесть месяцев они должны были отрабатывать. У него звание есть какое-то у сына? А, он сержант. Чье звание, не знаю, сержанта, по-моему. Он учился в Ереване. Там звание в армии получил. Вам вернули тело его? Да. Вы похоронили уже его? Прямо в голову ему попали, похоронили. Когда это случилось? Первый день войны. Нет, не первый. 28-го. 28-го. На второй день. Потом три дня я не могла дозвониться. Вот я три месяца беременная. Жду от него ребенка. А сейчас вот не знаю. Вы в Ереван сейчас едете? В Джермок. В Джермок. Дети там. Детей туда перенослали. А здесь вы где жили? В Степанакерте. Сколько вам лет? 27. 27. Мы должны ехать. Вот мама не едет, а давай с нами. Здесь будут три дня бомбить. Говорит, нет, я брата младшего не оставлю. Сына. А, моего брата или моего сына. Ну вот едет. А если тебя будут поменять? Вечень. Не дай бог, что-то в Майдусе нашли. Приехала в Россию, вот остается здесь умирать. Здесь каждую минуту все меняется. Для кого-то помощь, для кого-то бизнес. Все, что хотят, то и делают. Вот эти... Пусть идет. А зачем молодых ребят отправлять туда, где они знают, что их будут убивать? Они отправляют. У турков сила больше, но они все равно отправляют на жертвы. Он, может, не хотел ехать? Ну, он пошел первый на свое место. А он военным был. Говорит, это моя работа. Я не буду прятаться, не буду бежать. И вот он. И второй день его опили. У-у-у. Дядь, считай пять. Не переживай. Памятность. Памятность. Продолжение следует... 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 Правда, не все далеко туда попадали для того, чтобы это не было осуществлено. Была цель тогда, чтобы остались только какие-то службы, типа медицинские, экстренные, военный гарнизон, и большую часть жителей вывезти. Правда, тогда это не получилось. А сейчас стоит какая-нибудь цель, ну вот скажем, каким должен быть Степанакерт, который явно сейчас является целью азербайджанской армии? Паш, как это ни удивительно, но цели организовать эвакуацию нет ни у кого в руководстве Нагорного Карабаха, или как они сами себя называют, Арцаха. Работают волонтеры, работают какие-то международные организации, которые помогают вывозить беженцев и людей, чьи дома были разрушены. Но с одной стороны, нет никаких попыток стран Нагорного Карабаха вывезти людей, а с другой стороны, уезжают только старики, вот беременные, как мы видели Нахшун, и там совсем дети какие-то, инвалиды. Про Нахшун, кстати, вот про сюжет, который мы смотрели, мы, конечно, я взял у нее номер телефона, я ей вот звонил сейчас, узнать, добралась ли она до Джермука. Телефон у нее не отвечает, но, надеюсь, с ней все хорошо. Да, спасибо, это Митя Иловский с грустным рассказом о том, как люди сейчас живут в осажденном Степанакерте, пытаются оттуда выбраться.